Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху, уважаемые зрители! Сегодня, иншаллах, мы проходим с вами две буквы САД и ДАД. Начнем мы сначала с вами с буквы САД. Буква САД твердая, буква САД твердая. Пишется она вот так, вот по линии ведете, поднимаете, чуть-чуть подняли и написали ее хвост. Значит, буква САД, буква САД, буква твердая, твердая буква. Значит, помните, мы с вами проходили букву САД, и мы с вами проходили букву СИН. Из разряда этих букв, буква САД, значит, САД мягкая, межзубная, САД. СИН, мягкая, обычная, СА, СА, больше находится у зубов, СА, СА. Даже если вы будете открывать именно рот в ширину, вот кончик языка, да, сам язык спустится вот вниз. СА, СА, и буква САД, буква САД, она выше. Например, если провести аналогию с русским языком, попробуйте сказать слово СЫР, СЫР, и вы увидите, куда касается, да, почувствуете, куда касается ваш язык. Примерно это вот место рождения этой буквы там, СЫР, СА, САД, и у этой буквы есть качество прижиматься, то есть вы немножко прижимаете. Если вот у буквы СИН мы просто говорим СЭ и отпускаем, то у буквы САД, СА, СА, то есть чуть-чуть, как будто бы вы язык прижимаете к небу и потом отпускаете. СА, СА. Посмотрим, как САД пишется в начале, в середине и в конце. В начале вы также проводите линию, поднимаете, чуть подняли и в сторону, поскольку нам надо дальше писать, правильно? Значит, если мы поставим ФАТХУ, получится звук СА, СА, СА. Нельзя также в букве САД, как и в букве РА, поскольку они твердые буквы, нельзя также в букве САД уходить в букву О, то есть СА, это неправильно, СА, СА, СА. То есть от вас что требуется? Открыть рот именно вверх-вниз, когда буква твердая, СА, СА. В середине вы начинаете слева писать направо, вернее справа налево, поскольку есть соединение. Вы пишете, вот проводите линию, затем возвращаетесь, поднимаете также, чуть подняли и в сторону. Значит, есть соединение и с левой стороны, и, да, и с правой стороны, и с левой стороны. И в конце, в конце, вы также, поскольку есть соединение, да, проводите, проводите, возвращаетесь, пишете букву САД и хвостик, да. Ставим огласовки, да, здесь мы уже поставили фатху СА, СИ, СУ. СА, СИ, СУ. И теперь послушаем букву СИН. СА, СИ, СУ. СА, СИ, СУ. Она более такая мягкая, обычная, обычная. Это же более твёрдая, и вы на неё нажимаете СА, СИ, СУ. СА, СИ, СУ. И в состояние, в состояние получается СУКУНА, в состояние СУКУНА, вы читаете так. С, С, А если была бы, например, буква СИН, было бы С, 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 да. Чуть-чуть язык поднимаем к нёбу и произносим эту букву твёрдо. Посмотрим слова, слова. ХА, БЭ, СУ. ХА, БЭ, СУ. СА, ТЭ, РО. СА, СА, ТЭ, РО. ТЭ, СЫ, ЗЭ. ТЭ, СЫ, ЗЭ. И, например, в состоянии СУКУНА, БЭС, БЭС, да, чуть-чуть прижимаем. Это буква САД. Значит, вот здесь также можно написать СА, мягкая, да, межзубная. Буква СИН, мягкая, обычная. Буква САД. Твёрдая, твёрдая буква. И попробуем, да, вот, например, произнести. СА, СИ, СУ. СА, СИ, СУ. СА, СЫ, СУ. Значит, буква САД, она твёрдая. Из этой же категории букв это буква ДОД. Буква ДОД пишется точно так же, как и САД. Посмотрите, значит, линию проводите, поднимаете, чуть подняли и написали хвостик. Поставили точечку, поставили точечку. Одна из сложных букв арабского алфавита, буква ДОД. Значит, в начале, в начале вы также проводите линию, поднимаете и в сторону ведёте, потому что нам надо писать, ставим точку, да. Дает нам звук ДО. ДОД, значит, ДОД, как многие объясняют, да, вот мы проходили с вами букву ДАЛЬ, это буква мягкая, да. Буква ДОД, она твёрдая, язык, вот есть боковая часть, да, языка, кому как удобнее, да, прижимать её к левым, да, к левой части зубов, её сторону или к правой части. А есть люди, которые и к левой могут, и к правой, да. Например, эта буква встречается также в Суре Аль-Фатиха в слове ВОЛЯДДО, ВОЛЯДДО. И чуть-чуть язык приподнимаем. Получается звук ДО, ДО. Она более такая твёрдая и ударная, в отличие от буквы ДЭЛЬ, ДЭ, ДО, ДЭ, ДО. Из-за того, что она твёрдая, рот открываем вверх-вниз. Получается ДО в середине, проводите, возвращаете, чуть подняли и в сторону, точку поставили. ДО, ДЫ и в конце. Провели, подняли, написали, да. Так она пишется в конце ДО, ДЫ, ДУ. ДО, ДЫ, ДУ, ДУ. То есть она более такая твёрдая, ударная. ДО, ДЫ, ДУ. В состоянии, в состоянии получается СУКУНА. СУКУНА, в отличие от буквы ДЭЛЬ, обратите ваше внимание, вот я здесь также напишу СДЭЛЬ, чтобы было понятнее, да. Например, СДЭЛЬ мы будем читать так, в состоянии СУКУНА. ЭДЫ, ЭДЫ. То есть более такой открытый звук. Кончик языка находится у зубов, да. ЭДЫ, ЭДЫ. Здесь же буква ДОД в состоянии СУКУНА нужно прижимать, поскольку у неё есть такое качество, прижимать. И прижимая этот звук, да, эту букву, у вас получается такой глухой звук. Например, АДД, АДД. То есть дальше, да, звук не возвращается. АДД, АДД, ВАЛЯДДО, например, да, вот тоже прижимаем. Получается АДД, АДДД, АДДД, прижимаем. И тем самым глушим, да, эту букву. Теперь поставим точку, сделаем из этого букву ДОДДД и попробуем прочесть. ХА, БЭ, ДУ. ХА, БЭ, ДУ. ДО, ТЭ, РО. Посмотрите, твёрдая, мягкая, твёрдая. ДО, ТЭ, РО. То есть вверх-вниз открываем, ширину, потом вверх-вниз. Потому что это зависит от буквы, которую вы читаете. ДО, ТЭ, РО. ТЭ, ДЫ, ЗЭ. И в состоянии ДОД, когда она в состоянии суккуна, как будто глушим. Например, может быть, вы слышали аят Корана, где говорится, например, ХАЛЯКОС САМАВАТИ ВАЛЬ АРД Там как раз слово «земля», слово «земля» – АРДУН. И поскольку, иншаллах, мы будем проходить правила Таджвида, здесь это превращается в суккун, потому что мы останавливаемся, и как раз ДОД получается в состоянии суккуна. ХАЛЯКОС САМАВАТИ ВАЛЬ АРД То есть глушим букву ДОД в состоянии суккуна. ДОДЫДУ САСЫСУ Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху. САССАМАВАТИ ВАЛЬ АРДУ Субтитры создавал DimaTorzok